Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале Экзегет мы продолжаем изучение второй книги Ездры, и сегодня мы будем читать третью главу этой книги. Здесь говорится о споре царских телохранителей, а что всего сильнее на свете. Здесь делается такой как бы переброс из Вавилонского царства в царство Меда Персидское. И сделал царь Дарий большой пир своим подданным и домашним своим, и всем вельможам Медии и Персии, и всем сатрапам и военачальникам и начальникам подвластных ему стран от Индии до Эфиопии в 127 сатрапиях. И ели, и пили, и насытившись, разошлись. Царь же Дарий отправился в спальню свою и спал, и потом пробудился. Царь Дарий – это правитель персов. Его сын – это известный Ксеркс, который напал на Грецию, и отряд из 300 спартанцев остановил его в ущелье Фермопилы. То есть это историческое лицо. Почему пробудился царь Дарий? Между тем, трое юношей телохранителей, охранявших тело царя, сказали друг другу, «Пусть каждый из нас скажет одно слово о том, что всего сильнее. И чье слово окажется разумнее другого, даст тому царь Дарий великие дары и великую награду. И будет тот одеваться багреницей, и пить из золотых сосудов, и спать на золоте, и ездить на колеснице с конями в золотых уздах, носить на голове повязку из висона и ожерелье на шее. И сядет он вторым по Дарии за мудрость свою, и будет называться родственником Дария». Вот здесь немножко непонятно, как это связано с пробуждением царя Дария. Может быть, царь Дарий услышал вот этих разговор, а перед этим он мог за расторопность как-то их одобрить, и, может быть, он сам предложил даже им вот такую игру. «И тот час, написав каждое свое слово, запечатали и положили под изголовье царя Дария. И сказали, когда царь встанет, подадут ему это писание, и за кем признает царь, и трое вельмож персидских, что слово его мудрее, тому дастся преимущество, как написано». То есть они должны ответить на вопрос, что всего сильнее. Может быть, эту игру им действительно предложил сам Дарий, но такие интересные условия. Надо положить ответы в изголовье царя, когда он опять ляжет спать. Дело в том, что на Востоке очень большое значение придавали снам, и считали, что во сне присутствует одна десятая пророческого дара. То, что человек видит во сне, оно может предвосхищать будущее, рассказывать о настоящем и даже о прошлом. Один написал «Сильнее всего вино!» Другой написал «Сильнее царь!» Третий написал «Сильнее женщины!» А над всем одерживает победу истина! И вот, когда царь встал, подали ему это писание, и он прочитал. «И послав, призвал всех вельмож, персий, мидий, сатрапов, и вы начальников, и начальников областей, и советников, и сел в совещательной палате, и прочитано было пред ним писание». Дело в том, что древние считали, так считали и сами иудеи, что истолкование сна чуть ли не важнее самого сна. Ну, есть такой вот случай, когда одному человеку приснился сон, что там рухнула крыша на него. И еврейский цадик, праведник, истолковал, «Ты, наверное, умрешь». А потом пришел другой человек и сказал, что он видел сон, и во сне крыша рухнула на него, и цадик истолковал, «У тебя будут дети». И когда ученики спросили, а почему ты по-разному истолковываешь один и тот же сон, он сказал, что не важно, какой был сон, важно впечатление от этого сна, когда кто-то его пересказывает. А то, что схожие обстоятельства, это вообще ни о чем не говорит. И вот читают эти записки, которые уже клались в изголовье царя, такое магическое действие. Как будто во сне он мог встать и прочитать эти записки. «И сказал, призовите этих юношей, пусть они объяснят слова свои. И были призваны и вошли. И сказал им, объясните нам написанное». «И начал первый, сказавший о силе вина. И говорил так. «О мужи, как сильно вино! Оно приводит в омрачение ум всех людей, пьющих его». Ну, трудно не согласиться, действительно, омрачение. «Оно делает ум царя и сироты, раба и свободного, бедного и богатого одним умом». То есть пьяные все оказываются как бы на каком-то таком одном уровне. Помните такой фильм был, «День сурка?» Там человек проживал один тот же день в году. И он когда пьяницам рассказывает, у меня каждый день одно и то же, одно и то же число. Они говорят, да мы так и живем, у нас тоже одно и то же. Поэтому грех пьянства низводит всех людей на какой-то один такой уровень помрачения. 20 стих. «И всякий ум превращает, то есть вино превращает в веселье и радость». Это как бы другая сторона винопития. И действительно в Библии сказано, что вино не только помрачает ум, но и веселит сердце человека. «Так что человек не помнит никакой печали и никакого долга, и все сердца делает оно богатыми, так что никто не думает, ни о царе, ни о сатрапе, и всякого заставляет оно говорить о своих талантах. И когда опьяняют, не помнят о приязни к друзьям и братьям, и скоро обнажают мечи». То есть с одной стороны как бы вино приносит радость, забвение, тревог, а с другой стороны все может кончиться и поножовщиной. когда у нас по телевидению сообщают или в прессе, что произошло какое-то убийство, преступление, и пишут на бытовой почве, или говорят на бытовой почве, ну, как будто это не серьезно. На самом деле это самое серьезное преступление на бытовой почве. Потому что это значит, что отец убил сына, или сын убил отца, муж порезал жену, жена мужа, дети восстали на родителей, и родители на детей. Это самое страшное, что может произойти. И всякого заставляет оно говорить о своих талантах. Вино заставляет людей хвастаться. Они говорят такие странные вещи, явно преувеличенные. И когда опьянеют, не помнят о приязнях друзьям и братьям своим, обнажают мечи. А когда истрезвятся от вина, не помнят, что делали. Такое тоже бывает. Человек приходит в себя после пьянства, и он не может вспомнить, ему очень неудобно. А что же было на самом деле? Какие-то обрывки воспоминаний, и не более того. О мужи! Не сильнее ли всего вино, когда заставляет так поступать? И сказав это, замолчал. Итак, это выступление первого юноши. Им оканчивается третья глава. И если мы будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем делать обзор четвертой главы этой книги. Берегите себя. Спасибо, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok